всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life я еду в л.а. фитнес еду еще пока один потому что дети еще пока отдыхают они решили возвращаться в большой спорт со следующей недели вот кто следит за инстаграмом за нашим тот видел что я вчера сделал такой смешной пост типа возвращение в большой спорт вот сегодня я опять иду фитнес не знаю наверно тоже опять буду только плавать надо немножко так войти а то после зимнего загола чтобы так но не перенапрягать организм вот поплаваю в общем что я хотел в сегодняшнем влоге о чем поговорить об интересном с вами что полезно и вредно для человека и как получается вот что как бы все что человеку не надо это все он хочет и это в него легко заходит а все что наоборот надо человеку то как бы для него может быть лениво делать может быть тяжело делать вот в общем об этом я подумал сегодня утром когда проснулся встал начал вставать чтобы собираться вести детей в школу и в общем после вчерашнего километрового заплыва я такой так подымаюсь так что со мной ночью делали кто взял мое тело и перепахал блин поле картошки выкопал с его помощью в общем когда я начал плавать вчера я вчера была мысль у меня поплавать 500 метров вот и на этом закончить но как я в инстаграме сказал меня что-то вштырило и я в общем решил заплыв сделать на километр как бы это и немного с одной стороны но с другой стороны как я говорил что мы уже на зимних каникулах не занимались ну и так небольшая такая нагрузка пошла на организм конечно ну и вот получается утром я встаю а все мышцы по растянулись я такой весь но не могу сказать что мне было некомфортно но вернее что мне было тяжело но было немножко некомфортно потому что но чувствовалось все это чувствовалось так вот собственно я решил записать такой влог о человеческом теле о человеческом организме такие вот рассуждения вот смотрите например мы все я я больше чем уверен все любят мороженое торт какую-нибудь жирную пищу типа там возможно стейки там я не знаю картофель фри или если правильно горит картофель фрайс да и просто толчонки на мяч там блин с колбасками деревенскими поесть горошка салата оливье то есть мы все это любим иногда можно даже алкогольных напитков каких-то выпить да все любят колу и дети и взрослые все любят чипсы и все это вот в организм оно очень легко заходит с большим удовольствием это не требует от человека никакого напряга то есть вот ты берешь чипсы колу все это топчешь садишься за стол выпиваешь бокал шампанского бокал вина кушаешь хорошо и тебе легко и в общем даже когда ты встаешь утром если ты не перебрал горячительными напитками то тебе все равно хорошо и берем совсем другое вот ты хочешь заниматься например спортом занимаешься им тебе надо бежать например я не могу сказать что я очень люблю бегать я люблю бегать только по той простой причине что я понимаю результат этого и в общем это меня вдохновляет ну чисто просто вот как бег как бег он мне не очень нравится мне больше нравится опять же заниматься например в тренажерном зале с весами но это тоже как бы в определенный момент ты можешь либо устать либо тебе лень на тренировку идти и вот получается что тренировки то с трудом в человека заходят надо делать усилия над собой надо себя заставлять но объяснять вот как я на примере бега вам сказал да и получается то есть чтобы сделать свое тело свой организм себя здоровее сильнее крепче поддерживать себя в какой-то форме ты должен делать какие-то усилия должен себя как-то напрягать мотивировать и заставлять но чтобы доставить себе удовольствие чем-то вредным вроде как вот как я сказал там мороженое картошка чипсы алкоголь тебе не надо напрягаться тебе только кошелек открывай так и все и загружай но в общем я пойду поплаваю во второй части мы потом продолжим пока полтора часика пробыл в зале так не кисло и стемнело вот ну так что я хотел собственно о чем поговорить рассказать в этом видео свои это чисто мои мысли на моем примере у всех по-разному конечно может быть это вот мое ощущение так сказать и видение ну вот значит я говорил что спорт это надо себя напрягать кушать это получается удовольствие без напряга так вот ну получается как бы вот сейчас я поплавал я от спорта тоже получаю удовольствие причем не кислое даже вот я шел сегодня ну такой как я вам сказал с утра немножко такой был под растянуты думаю позанимаюсь сегодня поплаваю 500 метров так на расслабоне и в общем то и хватит уже со следующей недели так сказать начнем олимпийские рекорды ставить начну вот но не тут то было как-то вот погрузил свое тело в бассейн начал плыть и все из первой же дорожки вот хочется плыть прямо где-то на 2 на 3 почувствовал что уже растяжку я свою не чувствую все гребется хорошо и все и пошел и пошел и в результате как бы это тоже адреналин идет удовольствие идет и все я поплыл опять километр проплыл причем сегодня проплыл еще лучше чем когда-либо 357 у меня пошло 3 минуты 57 секунд на сотку получается одну дорожку я проплывал меньше чем за минуту в общем я сегодня сделал такой свой маленький рекорд по крайней мере начал новый год с нового времени вот и получил от этого удовольствие но тем не менее чтобы получить удовольствие от еды надо просто открыть холодильник и съесть что-то вкусное и вообще не напрягаться или много есть и напрягаться тем что уже тебе не лезет а ты все равно топчешь вот а чтобы делать себя лучше чтобы делать спорт чтобы делать ну как-то в чем-то развиваться даже в тех же например знания чтобы что-то узнать все равно надо усилия делать надо заставить себя читать книгу надо заставить себя ковыряться в компьютере это может быть не так тяжело но это опять же не так же приятно как например поглощать контент там из каких-то из ютуба там из телевизора смотреть какие-то развлекательные передачи вот то есть получается все что делает нас хуже все что нас так сказать ну есть такая пословица все что нас не убивает делает нас сильнее так вот здесь можно сказать наоборот все что нас убивает как личность убивает наш организм ведет его к ожирению и прочее это все делается легко не дает нам развиваться то есть нам лениво там что-то познавать куда-то идти лучше полежать на диване это все легко и опять же есть не надо путешествовать заниматься активными видами отдыха спорта или например развиваться там духовно это все надо делать какие-то усилия что-то читать опять же ты от этого конечно будешь получать удовольствие но полюбасу надо делать какое-то усилие над собой надо напрягать либо мозг надо напрягать либо руки либо ноги либо все туловище и вот как-то так вот почему так получилось почему вот так устроен человек что все что для него получается бесполезно в конечном итоге в длительной перспективе получается для него вредным и наоборот все что для него полезно все что продлит жизнь продлит бодрость духа ясность мышления все получается для человека как бы тяжело вот так вот меня прет блин после километрового заплыл делитесь своими мнениями что вы считаете или думаете по этому поводу как вы делаете свое тело лучше или как вы контролируете себя например в каких-то вкусняшках вот я например сейчас поплавал и и во мне сейчас борется два меня один говорит блин приди сейчас открой холодос и так порубай хорошенечко а второй говорит блин сережа не делай этого возьми выпей просто какой-нибудь легкий протеиновый коктейльчик и забудь о еде до завтра и вот пока блин честно сказать как-то побеждает иногда первый ну очень трудно себя заставлять отказываться от чего-либо ты вообще люблю процесс еды сел кушаешь как-то включил телевизор смотришь youtube поглощаешь контент и делаешь себя лучше как у вас это происходит пишите мне лично всего от этого так прикольно становится и вот и и прикольный заставлять себя и прикольно размышлять над этим осмысливать все это это вот так я тут импровизированный фонарик повесил себе чтобы немножко хоть себя из темноты достать потому что уже 625 у нас темнеет очень быстро солнышко село и все и сразу темно беларусь и так быстро не темнело вот такой вот маленький влог пишите ваши комментарии будет интересно почитать пообщаться да и вообще пишите комментарии а то блин просмотров по 300 по 1000 а комментариев нет люди отзовитесь кто вы кто вы кто смотрит наши влоги напишите хотя бы кто вы откуда вы и почему вы не пишите комментарии напишите я не пишу комментарии потому что мне не интересно там или и я не пишу комментарии потому что не согласен или согласен но я не знаю ну хоть что-нибудь напишите у нас есть двадцать тридцать ну тридцать это максимально постоянных подписчиков из которых 10 но они вообще 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 постоянные вот а другие так заходят периодически вернее смотрят регулярно я понимаю но пишут не всегда вот меня тоже мучает этот вопрос почему нету комментариев хочется то чтобы это хобби развивалась она не развивается хочется из хобби вырастись хобота он не растет все я приехал домой вам всего хорошего хорошего времени суток хорошего настроения делайте себя лучше занимайтесь спортом не ленитесь я очень жалею наверно будет отдельный влог про это что где-то когда-то подленивался когда было много возможностей но вот не было много хороших мыслей а упущенное время не вернешь вот и надо надо использовать время максимально постоянно каждый день все жду ваших комментариев до встречи в интернете пока и и и и и и и и